Ты посмотри, мы наконец-то оказались здесь. Спустя целых два года перерыва можно вновь погрузиться в веру, в чудеса, красоту, милоту, семейное тепло и так далее. Здесь на одном из самых красивых рождественских рынков во всем мире, представляешь, в Дрездене. И мы сюда приехали не просто так. Знаешь зачем? Зачем? Чтобы найти подарок. Потому что, ну это же рынок все-таки, здесь и подарки в том числе продаются очень много разных. Подарок не просто так, а подарок тебе. Да, ну. Рыцарю-оператору за то, что ты доблестно все эти два года носил этот тяжкий груз для меня бесплатно. Ну, за счет пива. Я платил ему зарплату в виде пива, потому что... Зарплату не назовешь. Древние египтяне получали зарплату в виде пива и целую пирамиду отстроили, так что не надо жаловаться. Слезы какие-то. Поэтому ты заслужил подарок рождественский здесь, прямо с этой ярмарки, которую ты, несомненно, примешь от меня. Ясно? Ну, погнали. Готов? Погнали, исследуем ее. Вперед. Наконец-то. Наконец-то. И тут же, когда вы заходите на ярмарку, первое, самое первое, что вы должны сделать, инструкция по применению ярмарки от нас. Сначала нужно что-то съесть и выпить. Это очень важно. Иначе, ну, нет смысла, в принципе, туда погружаться. Красота вот эта вся, она не воспринимается, пока вы не вкусили плоть и кровь Христа. Правильно я рассуждаю? Конечно. Главное выпить. Поэтому очень-очень красиво, но пока сложно анализировать, надо сначала подготовиться, понимаете? Поэтому ищем тут же будку с глинтвейном и колбасками. Сразу же. Ближайшая будка. Вот смотри. Вот там одна, но она недостаточно эстетичная. Нам нужна эстетичная. Смотри, там написано полметра жареная колбаса. Видишь? Видишь? Я думаю, что мы уже нашли первую цель. Пошли. Ну что ж, как видишь. Он думал про халяви, мало мне горчиться. Он не знает, с кем связался. Так же. Вот так. Подожди, давай отойдем. Вот сюда, вот сюда давай отойдем. Вот подальше. Подожди, подожди. Идешь? Идешь на сигнал. Я не понял, а моя где? Твоя колбаска? Ты еще не заслужил. Твой подарок будет другой. Это мне надо, понимаешь? Смотри. Видно? Видно сосиску? Видно? Видно. Вот так она должна выглядеть. С горчицей обязательно. Если вы берете колбаску с кетчупом, то тогда вы неправильный пользователь ярмарки. Вот так, скажем так. И видишь, колбаска настолько длинная, но тонкая, что ее пришлось пополам сложить в одну булку. Как всегда, немецкая еда настолько же хороша на вкус, насколько отвратительна на вид. Это формула качества немецкой еды. Поэтому... Сейчас я быстренько, быстренько. И здесь мы сразу видим огромную пирамиду. Рождественскую пирамиду, так она и называется. И эта пирамида самая большая в мире, понял? Самая большая пирамида здесь. Ну, их не так много, в принципе. Это местная традиция, так как мы в Саксонии, в Восточной Германии. Традиция местных рудокопов, историческая. Делать пирамидки. Обычно они такие небольшие совсем. И крутятся вот эти лопасти наверху за счет свеч, которые ставятся внизу под пирамидой. И за счет теплого воздуха они крутятся. Но, конечно же, началась в какой-то момент фалометрия. И, конечно же, нужно было показать, у кого больше. И вот Дрэнская ярмарка, Дрэнский рынок показал, что у него самая большая пирамида. Вот она громадная. И все это сделано вручную. Смотри, внутри там, конечно, механизм. И крутятся волхвы. Волхвы, пастух там, Иосиф и так далее. Потому что все-таки Рождество. Надо напоминать о том, что произошло Рождество Иисуса Христа. Наверху еще разные священные персонажи, Санта-Клаус и так далее, так далее. Так во много этажей вся эта красота уходит, чтобы внушать нам милоту. То есть смысл этой пирамиды в том, чтобы создавать домашний уют. Внутри дома, когда ставишь пирамиду. А тут она создает уют на всю ярмарку. Огромная пирамида. Вот это красота, да? И все сделано вручную местными мастерами. Вот это, да? Пойдем с моим подарком. Да, но это еще не твой подарок. Он еще не здесь. Поэтому пошли дальше. О, мои локаторы, локаторы мои, определили впереди винцоглювай. Что означает не просто глинтвейн, а глинтвейн винодельческий. То есть такое качество из настоящего вина, а не это, разогретый в чайнике, знаете? Это точно мой подарок. Нет, это еще не твой подарок. Ты заслужил больше. Это не серьезно, понимаешь? Давай возьмем. Причем глинтвейн есть абсолютно разный. Есть смородиновый. Есть малиновый, клубничный. Просто классический. Есть белый, красный. Есть с добавкой еще там разного алкоголя и так далее. Но я возьму, наверное, смородиновый. Да, как тебе смородиной? Будешь смородиной? Да, но я себе возьму. Ты не заслужил. И вот он, важнейший атрибут любой ярмарки. Отпусти. Вот он. Видишь? Это горячая кровь Господа Иисуса Христа. Горячая, понимаешь? Которая должна придавать тебе священных магических сил. Это невероятно важная традиция, которая встречается на каждой ярмарке. Сейчас, подожди, подожди. Я просто не могу. И этой традиции всего лишь лет, ну, 70. Потому что Глинтвейн начали подавать на ярмарках где-то в 50-е годах в Германии. Глинтвейн – это искаженное слово от немецкого «глювай», что означает «раскаленное вино». Ну, то есть горячее вино. Так что, казалось бы, это древняя традиция. Понятно, что вино нагревали очень давно, даже в Древнем Египте. Но вот именно частью Рождества это стало относительно недавно. И кажется, что как будто бы оно всегда таким было, ибо идеально дополняет в прохладные деньки, согревает и прибавляет тебе способности воспринимать красоту. Кружка на каждой ярмарке отмечена названием этой ярмарки. Видишь, тут написано «Дрейсна Штрицельмаг» с 1434 года. Штрицельмаг – это название самой ярмарки. Марк – это рынок, а Штрицель – это такой рождественский пирог, который мы позже покажем. То есть это рынок пирогов. Вот так это переводится с 1434. Обалдеть! Правда, было два года перерыва. Это, по идее, 586-я ярмарка по счету. А здесь, как видишь, магазин звезд. Как тебе такое? Такой магазин, то есть торговая лавка, где продают звезды. Понимаешь? Наверное, это мой подарок. Нет, это еще не твой подарок. Твой подарок гораздо серьезнее. Понимаешь, зачем тебе звезда? У тебя и так звезда горит во лбу, понимаешь? Да, это вифлеемские звезды. То есть они символизируют то, что звезда упала в то место, где родился младенец Христос. И здесь тоже в Саксонии, тоже в Саксонии, в этом регионе, впервые начали делать вручную эти звезды. Чтобы таким образом, когда ты их вешаешь возле дома, возле входа, там, у окон и так далее, вот в это темное зимнее время, создавать ощущение, что вот Иисус где-то рядом, Он где-то здесь рядом родился. Помните об этом, почувствуйте эту энергию вот этого Рождества. Представляешь? И их теперь делают также вручную специальные лицензированные компании, которые называются Хернхудские звезды. Это особая марка защищенная. И продают вот так на ярмарках. Обалдеть. Они такие все разнообразные, интересные и очень дорогие. Да. К ним... Поэтому у тебя другой подарок, да. Погнали. Смотри, какая елка. Ну, казалось бы, елка как елка, но это, конечно, неотъемлемая часть Рождества, пришедшая, конечно же, тоже из Германии во весь мир, можно сказать. Это такое немецкое языческое изобретение. Ну, не только немецкое, потому что, опять же, в Древнем Египте, в Эти-Египет, почитали елку, потому что она считалась чем-то магическим, чем-то волшебным. Ибо она зимой и цветом одним... Зимой и цветом, одним летом? Ну, вы поняли, да. Это дерево охраняют зимние духи, оберегают. И этому дереву нужно давать приношение в виде подарков, в виде украшений и так далее. И, в общем-то, елку издавна наряжали всякими, знаете, там, фруктами, яблоками и так далее. Ну, для детей, чтобы привлечь детей в том числе. А елка – магическое дерево. И вот этот вот культ языческо-магического дерева смешали с Рождеством Христа и со Святым Николаем, который дарит подарки. Представляешь, все в одну кашу. Получился такой общий образ, синкретический. И получилась такая фигня. Но милота же, милота, поэтому елка. Ну, еще есть такая легенда, версия, что изначально германские язычники зимой приносили жертвоприношения к елке в виде внутренностей животных и развешивали их на елке. Ну, типа, чтобы сдобрить духов леса. Прикольная версия, да? А теперь игрушки, милота, детишки, в общем. Ура! Слышишь ангельские голоса? Слышишь. А, я думал, только я слышу. Мы пришли для меня в самое важное место на ярмарке к домику сливовых дурачков. Смотри. Видишь? Видишь такой паренек с лестницей? Это сливовый дурачок, потому что он создан из чернослива. То есть вот это все, все его конечности, это все чернослив. И он держит лестницу. Странный, странный образ, да? Это несчастные дети трубочисты, которых использовали в немецкое средневековье, чтобы чистить трубы немецким дрезвенским жителям за копейки. И так как они, когда прочищали дымоходы, я сказал трубы, ну трубочист же говорят. Ну да. Ну в общем, чистильщик дымоходов, дымоходов. И они были, конечно, все грязные, в саже такие. И их называли, а ты как чернослив, типа сливовый дурачок. Флаументофель. Это самый правильный перевод. Ко мне все придираются, говорят, что это сливовый человечек. Но нет. Флаументофель, это более оскорбительное, типа, ну сливовый дурачок в общем. Поэтому сливовые дурачки, их стало как бы жалко, и со временем они превратились в такой сказочный персонаж, который можно съесть. Германия. И это целый их дом, видишь? Они тут живут, как бы эти сливовые дурачки. И на самом деле их можно купить. Их можно купить в съедобном виде, из чернослива. Но это прям их дом, смотри. И там в их доме дети мастерят всякое. Ну прям сейчас не мастерят, потому что сегодня понедельник. Но по выходным в этих помещениях, там где столики стоят, там сидят дети, и они из чернослива создают черносливовых человечков и продают их. Милота несусветная, но основанная на эксплуатации детского труда. И сегодня они тоже над этим работают. И сегодня, кстати, они тоже работают. Бесплатно. Я сомневаюсь, что детям платят? Странная фигня. Но почему-то они меня очень умиляют. Сливовый дурачок это просто невероятно такой вот трогательный персонаж. А здесь домик Сант. Вон, видишь, разные Санты. Вот везде здесь отдыхают, что-то лазают туда-сюда. Ну а Санты это уже так. Это, ну вы знаете, это американская тема, которую придумали. Давай здесь пройдем. Потому что не было образа вот этого рождественского духа, конкретного образа. И со временем его долго искали. И в 19 веке появились первые рисунки некоего такого дедули с бородой, который якобы является духом Рождества. По-немецки его называют Вайнахтсман, что означает рождественский человек. Человек-Рождество. Понимаете, как вот есть Спайдермен, а есть Вайнахтсмен. Вот типа того. И потом, при поддержке Кока-Колы, возник вот этот образ в красном костюме, с красной шляпой, там и все такое. Ну вы поняли. И он настолько распространился, так всем полюбился, что теперь это общий персонаж. Опять же, смешанный, где все смешали в одну кучу. Ну разве не прекрасно? Главное, что все довольны. Видишь, можно везде отдать кружку. В любой лапке. И получается 4 евро обратно. Я заработал. Видишь, сколько разных деревянных фигурок. И среди них щелкунчики. Причем эти щелкунчики по-разному одеты. Но и объединяет их то, что они всегда одеты, как некие такие короли, некие такие дворяне, офицеры, солдаты и так далее, военные и тому подобное. Щелкунчик изобрели тоже здесь, в Саксонии, для того, чтобы с одной стороны щелкать орехи, то есть действительно можно взять и щелкнуть орех с помощью них. А с другой стороны, как такой народная фигура для высмеивания богатых чиновников, элиты, политиков и так далее, офицеров, которые жадные настолько, что могут расколоть орех зубами, так сказать, от жадности. Наверное, это мой подарок. Нет, это еще не твой подарок. Ну, я же говорю, это тебе не подходит. Ты же не жадный. Ты же бесплатно на меня работаешь. Но фигура очень известная, конечно. Потому что Гоффман, который написал «Щелкунчик и мышиный король», как я уже рассказывал, он вдохновился этим как раз здесь, в этом регионе. Пряники. Это пряничная. Вот так выглядят местные российские пряники, кстати. Вот это тоже пряники, но их используют более декоративно. Хотя их можно съесть, но в основном их просто вешают как декорацию. В общем, съедобные вещи используют как декорацию. Но это говорит о чем? О том, что, конечно, раньше в суровые холодные зимние времена, в средние века люди голодали. И все это тоже как бы намекает. Сегодня, слава богу, уже этого нет. Набель, ты опять говорила, что это в Винцергрывайне, в классическом. Да, в классическом. Теперь мне дали другую кружку, другого дизайна, где тоже написано «Дрезенская ярмарка», «Штритцельмарк». Блин, я уже соскучился, так давно не пил Глинтвейн. Смотри, видишь, какая подпорная арка филигранная. А вот более простенькая, смотри, более классическая, простенькая. Вот как раз так их и использовали. Их выставляли в окна на домах. Домохозяйки, которые ждали своих мужей-рудокопов домой в суровые холодные времена, подпорные арки шахтеров. Потому что вот эта арка, вот эта форма, это то, что держит шахту. То есть сам вот этот туннель в шахте под горой подземной, под которым работают люди. Ну, как бы всегда был мотив вот этого арка. Внутри работают работяги, а снаружи на улице солнечный свет, который они не видят. А не видят они его почему? Потому что они очень рано идут на работу, когда еще темно, а выходят из шахты, когда уже темно. И получается, весь зимний сезон и в Рождество тоже они не видят света вообще. И поэтому они создавали такие милые вот эти фигурки, чтобы их жены выставляли их на окна и в общем таким образом показывали, что мы тебя ждем дома, иди домой. Домашний свет, тепло и уют здесь тебя ждет. Вот так. И здесь куча таких магазинов с подобными подпорными арками, которые называют Швейбоген, которые распространились по всей Европе. И большинство людей, которые сегодня выставляют себя дома на окнах, понятия не имеют, откуда эта традиция пошла и что они символизируют. А все это пошло от настоящих работяг. Смотрите, это вот как выглядит Штоллен. Так называемый Штоллен. Вот он идеальный. Смотри, видишь, белой пудрой сахарный покрыт символизирует запеленованного младенца Иисуса Христа. То есть это ребенок, понимаешь, которого как бы вот так порезали, его можно съесть. Каннибализм. И запить. Да, каннибализм, но со священным посылом. И запить кровью этого же младенца. Вы приятно утилили. Да. Окей, я сниму на один раз одну половину от классического или монтского или монтского или монтского или монтского или монтского или монтского О, он говорит, что может дать мне попробовать эксклюзивный ореховый Штоллен. Прикинь. Вот так вот. Это мой подарок. Ты такой не пробовал, он тебе не нужен, поверь. Поверь. Это не для таких, как ты. Смотри, когда ты видишь, вот половина его. То есть натуральный в два раза больше. Это его половина. И обязательно должна быть печать. Видишь печать? Это значит, что он натуральный и его производит пекарня, которая ходит в гильдию суперпекарен. Дангеша? Не, это суперпекарен. Дангеша? Ладно, так и быть, попробуй тоже. Он тебе разрешает, в виде исключения. В общем, он говорит, что нужно, когда ты разрежаешь штолен, вот, вот он, большой оригинальный штолен. Вот так он выглядит. То есть это запеленованный младенец Иисус Христос с печатью. Значит, что эта пекарня получает лицензию и все нормально. И когда ты его разрезаешь, что ты сначала должен его разрезать в середине, отрезать маленький кусочек себе, а потом его вместе вот так замкнуть, чтобы он не пересыхал. Прикинь, какой метод секретный. Сколько раз я ел штолена, до сих пор не знал, что так надо делать. В общем, мы берем половинку громадного штолена, потому что целый я не съем, а тебе нельзя. Окей, я не знаю, это не проблема. Не знаю, Кстати, вкусный ореховый, да? Ничего такой. Мне понравилось. Надо запить это. Лентвейна? Сейчас запьем. Это не проблема. Знаешь, я тебе скажу, что дрезонская ярмарка отличается степенью декорированности торговых лавок. Вот, смотри, поехал. Представляешь, как они заморачиваются, да? Не просто продают вот просто стенд, палатка, а они прям заморачиваются. А здесь, смотри, адвентовый календарь. В общем, календарь ожидания Рождества. Правда, он почему-то не открыт. Он должен быть открыт. То есть, ты каждый день открываешь календарь, открываешь такую фигнюшку, опа, и там какой-то подарок. И эти календари есть, например, 3 декабря. Открываешь, опа, а там шоколадные, а это свистульки, свистульки в виде птичек. И такие календари есть там от киндер сюрприз, от чего угодно, разных размеров, абсолютно настолько креатив. Даже делают на целых зданиях, на домах адвентовые календари. То есть, календари кануна Рождества, ожидания. Для детей, конечно. Чтобы им было не так скучно ожидать главного подарка, который принесет Святой Николай, он же Иисус Христос, он же Рождеский человек, все вместе. И ты тоже ожидаешь своего подарка. Да? Это мой подарок. Нет, твой подарок впереди. Самый лучший из всех. Самый лучший. А там крутится чеснок. Ну, это же невероятно. Вот там написано чесночный хлеб. И наверху такой чеснок с Санта-Клаусом маленьким. Крутится, понимаешь? Чеснок крутится. понимаешь, ну, как может вот... Мне кажется, даже если ты злодей такой, знаешь, такая сволочь редкостная, ты увидишь крутящийся чеснок, ты умилишься 100%. Вот так действует ярмарка. Вот ее смысл. Ну и плюс городская казна пополняется за счет невероятных налогов, стоимости всех этих торговых лавок. Профит максимальный. Кстати, знаешь, в чем прикол носка? Почему носки? Потому что когда святой Николай тайно подарил, бросил золото как в качестве приданного трем девушкам в мире, в современной Турции, но это сейчас неважно, для того, чтобы им не пришлось стать куртизанками, чтобы у них было приданное, чтобы они могли успешно выйти замуж, он когда им тайно через окно бросил золото, оно попало в чулки, которые сушились как раз возле камина. И поэтому подарки как бы якобы падают в чулки. И благодаря тому, что у них теперь появилось золото, они смогли удачно выйти замуж, потому что у них было приданное, потому что без приданного раньше никого замуж не брали. Сегодня это совершенно не так в Европе, но традиция соблюдается. Ну что, мы приближаемся к твоему подарку. Не можешь быть. Ты готов его получить? Да нет, а какой Глинтвейн по счету у тебя? Это второй, второй Глинтвейн. А какой второй? Вторая синяя кружка. Синий? Нет. Ты готов получить свой подарок? Наконец-то, долгожданный. Потерял. Смотри, мы наконец дошли до этого. Ты заслужил. Сейчас, подожди. Подожди. Вот он. Че это? Это билет. Казино? Нет, не в казино. Лучше. Лучше это билет к твоей мечте. Ведь ты же рыцарь без коня. Правильно? Ты всегда мечтал иметь собственного коня. Согласен? Есть. И твой конь ожидает тебя как раз. Подожди, подожди. Вот сюда, 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 сюда. И вон там, вон здесь. Ну, там кто-то на нем сейчас катается. Ну, неважно. Это твой конь, на самом деле. И у тебя есть честь великая наконец-то на нем прокатиться на собственном коне. Как тебе такое? Ты че прикалываешься? Не буду я кататься. Да ладно, не скромничай. Ты всегда это хотел. В жизни не буду еще гонять. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Что касается каруселей. Ты же был сейчас на карусели. Как тебе понравилось, надеюсь? Не благодари, не благодари. Я знаю. Я что еще оплачу. Смотри, мы на средневековой ярмарке. Тоже в Дрездене. Здесь совсем недалеко. В Дрездене, кстати, 11 ярмарок, если вдруг вы не знали. И это всего лишь вторая на тему средневековья. И тут, в этом дворе, это бывший конюшенный двор, стоят такие колонны. Вот видишь, такая колонна бронзовая. Надеюсь, ее видно? Она черная просто. Я ее и вживую еле вижу сейчас. И вот эти колонны использовали как раз для каруселей. Так называемых каруселей. Не тех, на которых ты катался, а карусели в их исконном смысле. Карусель, это французское слово, обозначало тренировка, подготовка рыцарей к состязаниям. Они брали деревянных лошадей, то есть не живых, а деревянных. Сажали туда рыцаря, на деревянную лошадь, и на такой платформе раскручивали лошадь, чтобы рыцарь мог усидеть в седле, удержаться с копьем. И ему попадались мишени, и он должен был на скорости как бы попадать в мишени копьем. Это была такая тренировка, и называлась каусель. Но немцы изменили карусель. Они брали такие черные колонны, вот как эта, там вторая такая стоит, но ее плохо видно. И обычно это пустой двор, и между этими колоннами пробегали верхом ножевой лошади, и попадали в колечко, которое вешали, закрепляли между колоннами. Это тоже была своеобразная подготовка к турнирам, карусель на немецкий лад, но уже с настоящими лошадьми. Представляешь, и эти колонны сохранились в оригинале с того времени, с 1601 года. То есть этой бронзовой литой колонне 421 год, представляешь? Сегодня, 422 уже практически. И ее используют, как видно по следам, как подставка для средневекового напитка мед. Хочешь попробовать? Нет. Надо попробовать, пошли. Удачи. Смотри, что у меня в руках. Горячо. Снимаешь? Смотри, это мед, так называемый мед, в глиняных бокалах, как видишь. То есть они больше не керамические, а глиняные, где написано средневековая ярмарка. И это особый, медовый, суровый, жесткий глинтвейн не для простых смертных, а для избранных рыцарей. На, один заслужил. Ах, горячий. Ничего не горячий. Да, так что, да здравствует медовый сок из Байтона от всех тревог. Бам! Смотри, здесь цены указаны в талерах, видишь? Посмотри, талеры. Шесть талеров. Талеры, слово талер происходит от немецкого слова таль, то есть долина, потому что здесь недалеко добывали серебро в долине Иоахима. И потом слово талер перекочевало в английский язык и превратилось в доллар, представляешь? Так что, это исконные монеты талеры. Здесь все цены указаны в талерах, но на самом деле это евро. Ммм, ммм, ммм. Вот оно, вот так выглядит настоящее историческое Рождество. Да, бараны, вот, хлев священный, волхвы, пришедшие сюда поклониться новорожденному спасителю, наверху Вифлеем посреди пустыни и сверху Вифлеемская звезда, ознаменовавшая то, что вот он родился. И пальмы, конечно же, вот они пальмы. Вот так выглядело место Рождества Христова. А не вот так, вот, конечно же, с елками, игрушками, под дождем и в куртках. Женя, ну че, это тоже второй Гвинтвейн? Это да, второй, откуда знаешь. В общем, заключение. Конечно же, мы поздравляем всех с Новым годом и Рождеством, и мы знаем, что нас смотрят в том числе и из Украины. и сейчас, когда весь мир наслаждается праздниками, тяжелее всех приходится именно жителям Украины. И поэтому мы хотим конкретно вам пожелать в эти нелегкие времена ни в коем случае не переставать верить в то, что добро все равно побеждает зло. Однако, зачастую с задержкой. Поэтому выдержки вам, терпение, оставайтесь сильными и верьте в чудеса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok